Продолжение следует... Я только хочу рассказать тем, кто первый раз у нас на вебинаре, что в самом начале нашего чата располагаются две важные ссылки. Первая из них на расписание наших вебинаров на весь текущий учебный год до июня 2018 года. Приходите на расписание, регистрируйтесь на вебинары Директ Академии. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube, на котором будут опубликованы, публикуются все наши вебинары, включая и этот, который тоже записывается и будет опубликован там. Все участники наших вебинаров получают бесплатные именные электронные сертификаты, которые придут в течение нескольких дней на вашу почту, под которой вы зарегистрировались. И последнее объявление перед тем, как дать слово нашему спикеру – это наше приглашение на два следующих вебинара. Вот они. Это вебинар Татьяны Телегиной, который называется «Тайм онлайн. Полезные таймхаки для преподавателей и студента». И второй вебинар – вебинар «Марина Орешко. Ленты времени и цифровые хроники». Пожалуйста, милости просим на эти вебинары. Ну что ж, коллеги, а сегодня у нас очень интересный вебинар. И я предоставляю слово спикеру Ивану Засурскому, президенту Ассоциации интернет-издателей, руководителю проекта «Научный корреспондент» и заведующему кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета. Иван, я прошу вас в эфир. Спасибо. Убавить громкость. Хорошо, сейчас я иду, сделаю. Лучше? Лучше? Да, стало лучше. Некоторое количество шумов, но потерпим. Ну хорошо, потому что если более-менее слышно, то я начинаю тогда. Здравствуйте, меня зовут Иван Засурский. Я журналист, я занимаюсь ученым преподаванием тоже в университете. Это презентация. Очень, да, добрый день. Понят сильно. Еще немного меньше громкости. Сейчас я попробую. На секундочку. Меньше. Можно сделать меньше громкости еще. Можно и меньше громкости сделать еще как-нибудь. Вот. Вот так. Лучше? Скажите, сейчас хорошо? Может, где-нибудь написать? Лучше? Да. Хорошо. Ну, смотрите, меня зовут Иван Засурский. Значит, я журналист. Я занимаюсь проблемами, которые связаны с высшим образованием. И у меня есть кафедра новых медиа-деорий коммуникаций, которые тоже выпускают студентов. Поэтому, в принципе, я имею представление о том, как происходит защита дипломов. Что такое высшая система образования? Конечно, больше на примере их был. Я не думаю, что это принципиально огромная какая-то есть в этом разница. Сейчас, одну секундочку. Прости, пожалуйста. А есть место, где потише или музыка чуть поменьше? Можно сделать. В том углу? Там меньше, да. Там нет динамиков. Да. Я сейчас попробую сменить место, чтобы поменьше было фонового шума. Я прошу прощения за то, что я выбрал такое шумное немножко место. Мне сказали, где здесь будет получше. Поэтому вы мне сейчас скажете. По результатам. Насколько лучше будет слышно? Скажите, сейчас лучше слышно или нет? Лучше слышно? Да. Намного лучше. Лучше. То есть, в принципе, сейчас мы можем уже поговорить. Вы сможете меня воспринимать. Все будет хорошо слышно. И у нас не будет никаких сложностей. Да? Да. Хорошо. Ну вот смотрите. Я примерно представляю себе, как это все работает. Вебинары я не очень часто веду. Я больше преподаю у студентов своих, конечно. Поэтому я вам сейчас попробую показать презентацию. Вот. Надеюсь, вам понравится. И там вкратце я постарался собрать какие-то основные вещи, которые, собственно, я хочу сказать. Ну вот самая главная у нас проблема, как вы знаете, наверное, стоит в том, что у нас абсолютно отсутствует прямая связь между академической успеваемостью и оплатой выпускников. Ну и для девушек, соответственно, это может быть отрицательно. То есть, чем больше я учусь, тем меньше мне платят потом. Это интересная довольно зависимость. Мы нашли ее в исследованиях в высшей школе экономики. Вот. Она меня очень впечатлила. Я понимаю, что на самом деле это разумно, потому что человек, конечно, по мере того, как обретает знания, в принципе, наверное, может сокращать свои потребности. Знания, наверное, намного ценнее, чем материальные какие-то вещи. Но это для меня все-таки знак того, что нет связи точной между потребностями индустрии и тем, что мы делаем в системе высшего образования. Ну и, конечно, ключевая здесь проблема – это то, что происходит эвалюация диплома высшего образования как сигнала о будущей востребованности выпускника на других трудах. По сути дела, люди, когда берут наших выпускников, они на самом деле не знают, что они будут с этими людьми делать, чего они на самом деле стоят. Конечно, тестовые задания, все такое прочее. Но, в принципе, вот эта массовая модель, когда мы готовили специалистов примерно по одному и тому же, их было довольно много, она не очень хорошо работает в сегодняшних условиях. Можно сказать, что исследователи из вышки обнаружили, что скорее произошла консервация разных видов социального капитала, в том числе, что, условно говоря, разные места в системе образования просто оцениваются по-разному. Вот если ты из МГУ, получаешь на 30% больше, там, или из вышки, допустим, а другие вузы, ну, вот, к сожалению, не так хорошо ценятся. И это связано не столько с качеством, сколько, скажем так, работ каких-то отдельных студентов, сколько с нашими представлениями о том, где, вроде как, хорошо учат. И, как я уже говорил, это консервирует такие вещи, как семейные капиталы, это консервирует определенные неравенства, которые существуют просто в нашей системе. То есть, прорыва не произошло никакого. Ну, и почему это происходит, тоже нетрудно понять, потому что, ну, в стране происходит массовая фальсификация. Вот компания антипугеат, они, по сути, такой монополист в России. Большую часть вузов, они осуществляют проверку, не все, но большую часть. И они говорят, что 10 лет назад, когда компания начала работать, ну, 11 лет назад, можно сказать, в принципе, каждый второй диплом был просто подменным. То есть, титульная страница была одна, а диплом был какой-нибудь другой. Они считают, что сейчас эта ситуация происходит примерно с каждым третьим дипломом. Да-да. То есть, каждый третий диплом, выданный после защиты законным образом, на самом деле является фальшивным. Это компиляция, которая создана из работ, которые представлены студентами, специальными компаниями, или какими-то мастерами, или, я уж не знаю, кто там, или просто списанным. Вот. Это, конечно, ситуация удручающая. Потому что в действительности, в тот момент, почему я так прицепился к этому, потому что, ну, конечно, имеет значение, что я журналист, у меня такой бэкграунд, я считаю, что люди вообще должны уметь читать и писать. Это очень важно. Можно ли говорить громче? Может быть, я попробую звук добавить? Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть звук добавлю. Вот так. Так получше? Кто-нибудь, напишите, получше так или хуже стало? Звук ужасен. Нет, тогда сильно фон зарастает. Хорошо, я буду, я сделаю звук потише, но буду говорить громче. Вот так лучше? Так веселее? Хорошо. Значит, очень тихо, отлично. Ну, то есть, разброс во мнениях есть. Ну, окей, я в любом случае продолжу эту историю. Если будет плохо, вы дайте знать тогда, ладно? Я буду пробовать всякие здесь менять настройки. Соответственно, сейчас списанным является каждый третий диплом. Ну, по сути дела, мы говорим о том, что... Я могу еще говорить, например, микрофон. Есть такой еще способ древний. Вот так, может быть, лучше будет. Ну, вот у кого-то хорошо все слышно. Звук нормальный, спасибо. Ну, смотрите. С этим нужно что-то делать. И самое главное, что нужно делать... Мне кажется, нужно, конечно, спасать страхнук. Потому что мы посчитали, что за время, которое работает в существующем виде системы образования, было подготовлено там от, не знаю, от 12, может быть, до 20 миллионов фальшивых специалистов. Эти люди везде где-то работают. Они отчаялись разобраться в происходящем еще на стадии обучения. В принципе, они не очень соображают, где они, что они, что с ними происходит, в чем, как бы, какая история. Поэтому с ними довольно сложно вообще жить. Ни один проект, за который они берутся, не может быть нормально сделан. Если вы... Ну, то есть, это троечники, у них есть своя система, у них есть свой схематорс. Они привыкли везде списывать. Они, когда становятся взрослыми, они, я так понял, в основном занимаются тем, что пилят деньги, делать не очень реалистичные, тупые проекты, которые придут к своему провальному финалу города. Но они всегда умеют уйти от ответственности, потому что они получили великолепную квалификацию в нашей системе образования. Они все стали дипломированными мошенниками. Можно ли с этим что-нибудь сделать? Ну, мы считаем, что две вещи можно сделать. Можно сделать, чтобы была открытая публикация выпускных коллекционных работ, и можно сделать конкурсное трудоустройство. Это вещи, которые, в принципе, могут изменить ситуацию. Ну, и мы, в основном, занимаемся историей с открытой публикацией. Мы, в данном случае, это вот научный корреспондент и ассоциаций издателей, которые делают этот проект. Ну, и вот какие-то основные университеты, первые три, которые поддержали этот проект. Царь Фибрусский университет, который дальше всех пошел по этому пути. Белгородский университет, который сейчас передает нам дипломы. Крымский федеральный университет, где тоже люди с большим интересом к этому отнеслись. У нас много-много разговоров с другими университетами, но вот дипломы реально нам передают не так много пока что организаций. А смысл в том, что мы говорим, не просто нужна публикация дипломов. Вы знаете, что они все должны быть сохранены по 66-му приказу. Профлик в том, что они абсолютно адски воруются. То есть, если 20 лет здесь существует система организованной преступности вокруг сдачи коллекционных работ, очевидно, что мы не знаем судьбу наших дипломов. Мы не знаем, какой сисадмин, какой компания продает, какую библиотеку. Это относится ко всем работам. Просто понимаете, в чем дело? История с диссертациями, она на самом деле верхушка айсберга. То, что мы видим. Есть такая статья в частном корреспонденте, называется «Исторические заимствования». Очень интересная статья. Там, например, в диссертации по истории можно убедиться в том, как, в принципе, плохи наши дела. Но задача-то не в том, чтобы только с диссертациями разобраться. А нам нужно прекратить, в принципе, производство людей, которые вообще не понимают, что происходит. Не умеют читать, не умеют писать. Но при этом являются дипломированными специалистами, поколоровыми магистрами. Идут работать на госслужбу. Там точно так же не понимают, что происходит. То есть, грубо говоря, в 21 веке, если есть человек, у тебя есть диплом, покажи его. 636 приказ всех обязал сохранять дипломы. Но мы считаем, что эту ситуацию может усугубить. Потому что это облегчает, в каком-то смысле, продажу целых коллекций дипломных работ на черном рынке. И поскольку работы не опубликуются, те люди, которые получили с черного рынка работу, из нее сделали компиляцию, в итоге опубликовали работу, будут, возможно, иметь прецедент, будут иметь, как сказать, преимущество перед теми, кто этого не сделал. И в плагиате в итоге обвинят нормальных, честных людей, которые просто не опубликовали свои дипломы. Поэтому мы считаем, что самое важное, это обеспечить максимально широкую публикацию всех работ, чтобы их невозможно было больше пионерить. Чтобы они все были известны вместе с их авторами. Это очень важно. И с нами согласилось, наконец, правительство. Вот, нас признали, как такой пилотный проект. Вот здесь указаны эти же университеты. Это вот, я показываю кусочек из письма «Голодец», с которым она отчитывается перед Владимиром Владимировичем Путиным результат выполнения нашего проекта. То есть, у нас проект, он, это удивительно смешная история, в принципе. Он поддержан и Путиным, и Медвединым, и Володиным, и тем, кто не поддержан. И Фурсинг к нам хорошо относится. Ну, не происходят эти вещи. Потому что, как я уже говорил, мы имеем дело с системой, организованной преступности. У нас актуальные конкурсы есть, с помощью которых мы поддерживаем интерес у студентов. Это была идея Фурсинга. Мы, в принципе, пришли к пониманию того, что она очень классная и правильная. И мы, соответственно, сделали эти конкурсы частью нашей истории. Потому что, ну, если уж мы хотим, чтобы студенты публиковали работу, должна быть какая-то мотивация, чтобы студенты делали ее получше. Мы запустили сейчас такие три основных конкурса. Самый свежий – это «Полярная инициатива». Это конкурс научно-дипломных учебных работ по Арктике и Антарктике. Очень интересная, в принципе, история. Надеемся, она хорошо пойдет. У нас есть проект с агентством стратегических инициатив под названием «Путь профессию», в котором мы делаем конкурс по пяти направлениям национально-технологической инициативы. И надеемся, что лучшие работы, авторы лучших работ смогут получить практику, стажировку в компаниях, которые занимаются национально-технологической инициативой. Ну и есть третий общий такой конкурс ВКР, который проводит наши ассоциации интернет-издателей. Это просто те конкурсы, которые идут на научном корреспонденте. В стране, на самом деле, довольно много конкурсов разных. Мы надеемся тоже их со временем агрегировать. Точно так же, как мы надеемся агрегировать работы, потому что с нашей точки зрения это делает нам большие очень результаты. Тут есть сообщение о том, что в приложении iOS звука нет. Я не знаю, что с этим делать. Я поэтому просто продолжаю. Ладно, я не знаю, как это можно посидеть. Но мы столкнулись с тем, что раз уж мы агрегируем, мы должны хотя бы обеспечить, чтобы ничего не пропало. Поэтому мы сделали такой проект, называется «Федеральная зерная система банков знаний». Это наша инфраструктура, с помощью которой мы обеспечиваем стабильность опубликованных в открытом доступе массивов знаний и информации. И защищаем таким образом права автора. У нас здесь очень старая картинка. У нас было 137 тысяч произведений. Сейчас у нас примерно под миллион. Соответственно, это такой проект, в котором участвуют крупнейшие российские репозитории и всякие разные организации, которые... У меня слайд один, к сожалению, не прочелся. Наверное, здесь был список. Там Вики-Медиа, до которой часть Википедии. Там разные другие проекты. Там научный корреспондент. Господи, я всех не помню сейчас. Максим Машков. В общем, мы собрали крупные репозитории и предложили им такую схему, что мы будем идентифицировать произведения, мы будем делать резервные копии и помещать в реестр информацию о произведениях. Мне кажется, этот проект полетит. Значит, почему это все важно? Вот посмотрите, как выглядит на самом деле ситуация с доступом к знаниям и насколько традиционная издательская индустрия, в принципе, справляется с передачей знаний через время. Вот это репрезентативное такое исследование, которое основано на данных из Амазона. Какие книжки действительно выпускают паблишеры. И если вы видите года, я понимаю, что это очень мелко все, но, в принципе, вы видите, что основные деньги издателей, основные тиражи издатели делают на классике с 1870 года по 1920. Как будто это такое, знаете, было время, когда больше всего писали. Но это не так. Есть просто определенные проблемы, связанные с тем, как взаимодействует издательский рынок, система издателей и система охранаторских прав. И, как мы видим, это приводит к тому, что образуется такое слепое пятно. То есть, на самом деле, если посмотреть на Америку, то видно, что XX век очень сильно подкошен. Вот как бы классику все хорошо читают. А вот что там в XX веке было, ну, издатели не очень, может быть, хотят рисковать. Это опасно для них делать рисковые такие контракты, гонорары платить. Вот они печатают ту литературу, которая в свободном доступе, и новинки в основном печатают. А в России мы называем это «Братская могила». Это реальные цифры до переизданий, разные годы. Можно посмотреть, какие книжки переиздаются. И, в принципе, из этих книжек мы видим, что на самом деле ничего толком не переиздается. Есть очень ограниченный набор знаний. То есть, в принципе, наша информационная система в том виде, как она существует сейчас, не способна передавать через время, через пространство способна. Вот мы с вами сейчас в интернете сидим. Я там сижу где-то, вы где-то сидите. И через пространство мы с вами можем информацию передавать. А через время не можем. У нас как бы отрезали память. И это тоже часть проблемы. Потому что плагиат взялся в российской системе образования не просто так. Он взялся на сломе советской системы образования, когда, в принципе, многие студенты оказались в ситуации, что их преподаватели ничего не понимают, говорят какую-то ерунду. Ну и в этой ситуации как бы был такой социальный контракт у нас, что, типа, ученики делают вид, что их учат, преподаватели делают вид, что обучают, сдают какие-нибудь все левые работы, проходят какие-нибудь экзамены, получают бумажки, и все, в принципе, счастливы. Ну и неудивительно, потому что какая может быть база вообще по источникам, база по доступу к информации? Ну, только то, что вот соседи по парте там где-то раздобыли какие-то кусочки знаний, там люди из них составляют пазлы. Это довольно грустная история. В принципе, я когда показываю этот график, я обычно говорю о том, что у нас наступили темные десятилетия, темные годы. То, что это как примерно, я думаю, примерно похоже на, я не знаю в каком масштабе, на график переиздания каких-нибудь, знаете, древних манускриптов в какой-нибудь древней библиотеке, например, монастырской, где вручную их переписывают. Вот, то есть мы оказались вот в ситуации, когда у людей доступ к знанию очень ограничен. Соответственно, образование и письменные работы превратились в такую формальность, в прохождении некого ритуала. И у людей, в принципе, отсутствуют навыки работать с источниками, навыки анализа действительности, понятийное мышление тоже у людей. Вы знаете, как разговор по понятиям возможен, а понятийное мышление отсутствует, абстракции, как бы люди с трудом воспринимают. То есть, в принципе, мы переместились, как бы, в темные века до возрождения. Еще до того, как, знаете, все эти латинские и греческие тексты издатели начали из общественного достояния переиздавать. Вот мы, как живем в этой помнике. Значит, вот наш сайт, No Registry, это вот так раньше назывался, на самом деле он сейчас называется Nosphere.ru, он был создан проект «Наосфера запуск». Мы туда собираем произведения. И смысл очень простой. Мы считаем, что самое главное, это не только решить проблему плагиата, усложнить прохождение к жуликам через разные, как бы, этапы образования, не только мотивировать студентов писать с помощью конкурсов лучше, но важно еще дать доступ к информации, потому что, знаете, кто не читает, тот и не пишет. Вот мой жизненный опыт мне говорит, что, в принципе, письменный язык, такая вещь, если ты не воспринимаешь его, если ты им не пользуешься, как читатель, у тебя и писать не получится. И поэтому, на самом деле, когда люди не пишут сами свои работы, это, на самом деле, тоже знак того, что они ничего и не читают. Они просто идиоты, безграмотные. Идиоты в хорошем смысле. То есть люди, которые не читают. Историческое значение этого слова. Вот. Не Достоевский. Вот. Соответственно, немножко еще расскажу про эту идею проекта. Что задача ФРС, она как раз стоит в том, чтобы стабилизировать все открытые массивы знаний, все, что опубликовано легально в открытом доступе, каким-то образом сделать, чтобы это никуда не пропало. И поэтому мы этим занимаемся. Вот. Как я уже говорил, основная функция этой идентификации стабилизированного описания произведений. Ну, мы должны знать конкретно, что это за произведение. Репликация. То есть мы должны иметь возможность потом восстановить, если оно пропадет. То есть не меньше трех копий каждого произведения. Да. Тут я в чате вижу какие-то вопросы, которые я не понимаю. Если я пойму, я отвечу. Я пока не понял ничего. Вот. И версификация. Это то, что в будущем году мы будем делать. Мы будем автором... А, скинуть к нам диссертацию очень просто. Вы берете, открываете научкорр.рф и постите ее туда. Авторизуйтесь через Facebook или ВКонтакте. У нас два способа есть в научном корреспонденте. Публикации. Это либо организация нам передает список дипломов. И как бы вместе с копиями. А вот резервные банки, кстати, о которых я говорил. Либо к нам можно просто каждый ученый опубликовать. У нас все бесплатно, потому что мы делали все специально на президентский грант, чтобы это была Российская Федерация, а не бизнес. Это общественный проект, сделан на гранты. Мы, вроде как, не хотим на нем заработать. Мы хотим, чтобы была бесплатная, общедоступная платформа, где качественно, надежно хранятся знания. Чтобы любой человек мог сохранить свои права, то, что он сделал. И чтобы другие люди могли читать все то, что существует, независим при этом от индустрии издателей, очень компризной, которая то ли публикует, то ли не публикует. Но произведение все-таки есть. Да, вот ссылки на научкор пошли. Замечательно. Да, очень хороший проект, на самом деле. Отлично работает. Ну, в самом начале. Я надеюсь, что он поднимется, будет побольше еще. Вот. Собственно, у нас есть координатор, который работает с партнерами. Его зовут Юлия Шеремет. Есть Наталья Трищенко. Это координатор проекта. В принципе, можно с ними со всеми связываться. Они все замечательные. Они, конечно, со всем помогут. А я, наверное, должен перейти к ответам на вопросы, если таковые есть. И вообще спросить у вас, что вы обо всем этом думаете, сложно, потому что здесь такая связь асимметричная. Я могу, конечно, громко говорить долго и прочее. Но от вас я не так много всего вижу. Главное, если честно, я не так хорошо умею пользоваться этой системой. Я бы вам еще мультик показал, может быть, какой-нибудь. А так я даже не знаю, как этот мультик показывать. Ну, я сейчас попробую это сделать. А может быть, есть пока какие-нибудь вопросы по поводу наших проектов и вообще по поводу наших подходов и вообще по поводу нас. Может, мы сошли с ума. Может, мы преувеличиваем проблему. Я много всего уже услышал. Смешные тоже истории могу рассказать на эту тему. Вот. Так что, ты будешь тут, как скажете. Вот я нашел, по-моему, этот клип. Сейчас я его брошу просто в чат. Сейчас брошу и в чат. Вот это, по-моему, он. Ну, вот я видео, к сожалению, загрузить не смогу. Я вот смогу вот ссылку запостить. Если хотите, мы можем... Как ее показывать, я тоже не знаю. Вот. А я прошу простить меня. Это первый раз я вообще с этим интерфейсом столкнулся. Но я поучу, как это все работает. В следующий раз я возьму и покажу все. А так пока вот каждый может у себя посмотреть. Этот клип замечательный. Он длится 3 минуты. Вот. Дает представление, в принципе, о том, что такое научный корреспондент. Юлия Борисовна, спасибо большое. Система не сможет развернуться. Ну, вот смотрите. Вы знаете, мы занимаемся этим проектом 5 лет. И на самом деле мы переходим к этапу публичных казней уже. То есть, в принципе, не так важно, может система развернуться или нет. Та, которая часть не может развернуться, она, наверное, должна быть уничтожена просто. Поэтому мы начинаем с магистрских программ и специалитетов. Было совещание в аппарате правительства 8 сентября. Было принято решение, что в этом учебном году будет обязательство по публикациям специалитета и магистратуры у вузов. И я надеюсь, что мы и до бакалавриата дойдем. Но пока что вот правительство считает, что нужно в первую очередь публиковать магистров и специалистов. Ну, я считаю, что это очень важно, потому что я заметил вот в разных вузах, я заметил, что вот когда у людей возникает ощущение, что как-то они решат проблему с дипломом, что вот через формальность и через какую-то... А вот у вас в организации не открывается. Система оргпреступности ПГ существует на уровне руководства вузов или отдельно? Я боюсь, что отдельно. Руководство вузов, мне кажется, просто участвует в, скорее, в каких-то, знаете, акциях нерешительности. То есть люди же знают, что это происходит, ну, как-то ловят периодически кого-то. Но люди не понимают, что на самом деле единственный способ эту проблему решить, это опубликовать все работы. А когда ставится задача по публикации всех работ, тем сразу становится страшно, потому что, ну, так, внутри вузов, в принципе, известно, какая кафедра посильнее, какая кафедра послабее, на каком факультете получше преподают, на каком похуже, новые факультеты всякие есть. Ну, и, конечно, всем страшно, что вот сейчас откроется крысиная нора, вот, поэтому мы, конечно, считаем, что вуз имеет только один шанс получить амнистию в этой истории, если вуз сам занимается открытием своих крысиных норм. То есть если вуз, вот, почему, мне кажется, у нас с Санкт-Петербургом хорошие отношения, и почему они выигрывают, мне кажется, от нашей истории, потому что чем больше шухеров в начале учебного года, тем лучше дипломная работа в конце. Очень простое правило. Студенты должны считать, что у нас все публикуется, у нас просто люди публикуют все сами, а вузы сдают нам дипломы некоторые, и мы разослали по некоторому количеству вузов тоже предложения, как мы хотели бы, чтобы они нам тоже сдавали дипломы, но с нашей точки зрения это будет очень важным показателем того, существует вуз или нет, хороший это вуз или плохой. Мы будем стараться собрать максимум этих работ, но мы за числом не очень гонимся, для нас важно, чтобы были очень свежие, хорошие, качественные работы, потому что, и вот это вопрос, который я должен был, конечно, поднять, и тему, которую я должен был затронуть, потому что, на мой взгляд, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Большую часть ссылок на новые современные источники, на самом деле, большую часть рефератов на эти источники на русском языке должны, конечно, делать студенты, аспиранты и магистранты. То есть, на самом деле, производство знания в университетах, оно должно включать в себя и тех, кто учится, и чтобы этот процесс работал, необходимо, чтобы они все опубликовали по максимуму, и чтобы преподаватели, конечно, смотрели тоже, не просто какую-то ерунду, чтобы они постили. Вот, а те механизмы, которые включаются, когда люди начинают публиковать свою работу, я их знаю, в принципе, не понаслышке, это механизмы репутационные, связанные с особенностями новой медиа, что люди, когда публикуют работу, они в первую очередь понимают, что это касается их самих, их будущего, их репутации, что это вопросы, за которыми придется потом отвечать. И они совсем иначе относятся к проблеме подготовки своих исследований. Они принципиально делают это лучше, более серьезно. И, соответственно, те работы, которые в результате получаются... Так. Да, Юлия Борисовна согласен с вами. Вот, а те работы, которые в результате получаются, они на самом деле очень хорошо работают для других студентов. Я вот вам сейчас еще одну ссылочку брошу. У меня есть такой банк знаний, который я сделал специально для своей кафедры. На журфаке МГУ. Вот, вы можете тоже сходить посмотреть на него. Да, по партнерству, да, Шеремет. Да. У нас все бесплатно, имейте в виду. Мы действительно стараемся изменить ситуацию. И вот в Вернске, вы можете посмотреть, это тоже такая вещь, которую мы делаем. Ну, это просто я сделал с помощью программистов и ребят, которые были там в зачатке, какая-то платформа. Вот, вы можете посмотреть, вот 2-3 года, там был у нас случай, что калифорнийское землетрясение обнулило наш банк знаний. Ну, в принципе, вот 2-3 года мы работаем. Посмотрите, на что это похоже. То есть, у нас на базе университета, вот этот открытый репозиторий, только для одной кафедры, большому счету. Посмотрите, как много информации получают мои студенты, когда они пишут диплом. И они на все это могут ссылаться, они все это могут цитировать. Ну, я думаю, что наша просто задача с вами придумать, каким образом мы можем это все продвигать. И, как мне кажется, вот самое главное в этой истории, очень важно создать максимальный шухер в начале учебного года. Знаете, я вот у себя на кафедре хожу, когда такой доктор Хаус с этой палкой. У меня палки нет, конечно, но я на всех кричу. Я говорю, вы должны понимать, что происходит. Все ваши работы будут опубликованы. Если что-нибудь не так пойдет, вы всю жизнь будете проснеть потом. Вот. И так же тщательно, в принципе, я поэтому и говорю студентам, я говорю, вот, хорошо, если диплом будет на ту тему, которой действительно ты хочешь заниматься. Потому что тогда у тебя будет репутация в этой теме. Вот. И, в принципе, наши разработки, которые мы сейчас сделаем, они касаются того, каким образом внедрять конкурсы на разные уровни образования. И, в частности, вот у нас есть книжка еще «Прозрачная система образования». Сейчас я вам тоже найду ссылку на нее. Я виноват, что я, конечно, не сделал этого заранее. Вот. Она, книжка как раз у нас размещена на научкоре. В принципе, вообще, хорошая идея вам бросить еще пару ссылок. Вот этот научный корреспондент, у вас есть ссылка. Значит, в научном корреспонденте есть исследования, которые касаются всех вопросов, связанных с нашими такими инициативами. Это то, что вот ассоциации интернет-издателей проводят всякие разные исследования. Мы все опубликуем в открытом доступе. Ну, потому что мы, как бы, делаем так, как мы говорим. Говорим так, как делаем. Да поэтому дальше у нас есть еще вот такое исследование специальное. Его хорошо читают очень. Оно там немножко, как бы, с оглавлением не сходятся номера страниц, потому что мы что-то там правили. Но смысл такой. Вот я вам сейчас брошу. Воспринимается с трудом. На фоне стука вилок. Да, хорошо. Хорошо. Ну, поэтому вот в следующий раз другое место выберу какое-нибудь для вебинара. А пока что вот ссылки, которые я передаю вам, чтобы вы могли в спокойной, тихой обстановке посмотреть. Вот эта книжка «Прозрачное системообразование», например, она полностью вся в электронном виде, доступна, как и все наши исследования. Вот у нее есть интересное очень, если вы зайдете в содержание, там написано 202-я страница, на самом деле 204-я. Это наши, да, это наши, вот посмотрите 204-ю страницу, там есть предложение по конкурсам. Конкурсы состоят из трех этапов. Первый этап – это, условно говоря, пятый семестр на бакалавриате, то есть с бакалавриата мы посчитаем, что нужно с третьего года обычно начинаться. Это этап конкурса магистратура с первого, а с первого – первое – это рефераты и обзоры источников. Они все публикуются. Значит, шестой семестр, то есть, да, на втором курсе, на третьем курсе, весенний семестр, мы считаем, что студенты должны делать курсовые по теме дипломной работы. Вот, а на третьем этапе, который там, соответственно, седьмой семестр на бакалавриате, там, третий на магистратуре, аспирантуре, мы считаем, что нужно делать научную статью, а при этом мы считаем, что можно в соавторстве делать с научным руководителем. Вот, и, собственно, четвертый этап уже сама ВКР – это конкурс, соответственно, ВКР. Значит, смотрите, и логика этого конкурса очень простая, что люди, что люди будут писать дипломы, по сути, сами не замечая, что они этого делают, потому что на первом этапе они поймают новые интересные источники, разберутся в проблемном поле, навыки своей работы с источниками сильно подтянут, научатся правильно сноски, ссылки ставить, то есть, азии научной коммуникации освоят. На втором этапе люди могут лучше сфокусироваться внутри своей темы, понять, что на самом деле им интересно, чтобы они хотели в действительности изучать, какие вопросы им интересны, вот в центре своего исследования видеть. Это все очень ненавязчиво происходит, и без большого стресса, вот, ну, курсовая всего лишь, там, основную проблему своего исследования изучил как-то, вот уже первая глава появилась. Да, обзор источников сделан раньше, его можно дополнить потом просто. Ну, соответственно, третья часть – это вот, как бы, конкурсы научной статьям, просто чтобы человек понимал, как это все делается, и чтобы можно было заострить основные вопросы, заручиться с помощью научного руководителя, в том числе, обсудить что-то, может быть, даже опубликоваться где-то, еще до того, как выйдет диплом. Это очень важный этап тоже, он тоже очень полезен, и он дает, по сути, вторую главу. Вот, и, соответственно, кокурс ВКР дает тогда и такой результат, что студент фактически за два года пишет свою первую книжку. И колоссальный, вот, такой побочный эффект нашей практики стоит в том, что, в принципе, мы учим людей писать книжки. Я считаю, что каждый человек, который закончил высшее образование, когда мы говорим о том, что он самостоятельно должен написать диплом, мы считаем, что он должен самостоятельно, по сути, иметь возможность написать книжку по любой теме. То есть, в принципе, каждый ученый – это писатель, на самом деле. И очень важно, чтобы мы этот этап образования не пропускали, иначе нам будет нечего читать на следующий ход, что, собственно, уже и случилось. Вот, последнее, о чем я хочу, формат книги не устарел. Ну, смотрите, формат книги – хороший вопрос. Ну, вот, я люблю бумажные книжки очень, потому что я их очень быстро читаю. Меня научили в свое время, как читать бумажные книжки. Открываешь содержание, смотришь примерно структуру, открываешь там что-нибудь вначале, примерно ориентируешься по стилю, по тому, за какую проблематику берется автор, ныряешь где-нибудь в середине, там действительно интересно, проверяешь, совпадает с твоим взглядом или нет, есть ли там что-то новое, интересное, и потом ныряешь в конце, смотришь выводы. Ну, вот, меня научили быстро довольно осваивать книжки, я с ними очень дружу, особенно с нон-фикшеном всяким. И мне очень нравится бумага. Для меня этот формат не устарел. Но если нужно что-то писать, вот вы можете посмотреть наши книжки, они, вот эта книжка, допустим, она как сборник. Какую ответственность несет… Ну, я считаю, короче говоря, что нужно писать поменьше объемы, но при этом издавать в виде книжек все равно можно. Но здесь есть просто важный момент, я про него скажу. На самом деле это очень-очень-очень важно. На самом деле жесткий формат – это дело прошлого. То есть важные действительно вещи можно сообщить про любом формате, про любом раскладе, и так или иначе сделать, чтобы человек мог понять, что вы хотите изучить и что вы хотите передать как знание. Какую ответственность, по вашему мнению, несет руководитель за плагиат? Ну, это значит, что человек просто не считал. Вообще, на мой взгляд, у руководителя есть такой инструмент, очень серьезный в работе с своим подопечным, называется недопуск к защите. Если руководитель получил сплодященную работу, многие студенты пытаются обмануть своих руководителей, ну, вообще-то желательно, чтобы работа писалась под наблюдением руководителя, тогда очень трудно, в принципе, похитить где-то, потому что видно, как человек по слоям ее просто наносит. Вот, а если человек за два дня до защиты приносит готовую работу, и там, вот у меня был случай на журфаке, там вдруг все нормально, а потом что-то про пищевую промышленность в заключении. Ну, это скандал, конечно. Дальше по-разному можно поступать. Можно, конечно, казнить человека, можно предупредить, заставить, переписать. Много очень есть инструментов в научной организации, но до тех пор, пока студент считает, что он может проскочить, научный руководитель в опасности. Поэтому именно публикация дипломных работ защищает научного руководителя, потому что студенту приходится принять тот факт, что он всю свою жизнь, всей своей репутацией будет отвечать за этот текст. В отличие от научного руководителя, у которого, может, много студентов, может, никто и не заметит, что это был его студент, это по-разному может сложиться, а вот студент отвечает головой, и нужно поэтому, чтобы студенты это понимали. А то, что сейчас делают многие ректоры, многие руководители вузов, когда прячут там эти все работы, это медвежья услуга. Потому что уже сейчас, на самом деле, из-за 636 приказа можно все эти работы в любой момент проверить, дипломов лишить, и вообще создать кучу проблем людям, поэтому нужно максимально ответственность оставлять на студенте и предупреждать, что будет публикация работы. Да, может быть, кто-то и не захочет защищаться, а может, этому человеку не нужен диплом. Такие дела. Я уже слышал, вот для меня, знаете, какое признание успеха наших проектов, когда мне жалуются, что стало сложно учиться, что там сложнее стало работу купить. Но это пока только начало, мы получили тоже поддержку в правительстве для нашего законопроекта по запрете рекламы услуг по изготовлению на заказ таких работ всех. Мы считаем, что это тоже будет очень важный сигнал, это все не быстро делается, потому что, как я уже говорил, мы имеем дело с системой организованной преступности. Такая русская система организованной преступности, она не воинственная, она просто состоит из идиотов, дураков, и людей, которые хотят срезать угол, и людей, которых обслуживают. Это самая большая индустрия в нашем образовании, если не считать само образование. Вот, как бы, куча компаний, огромный рынок, огромный расход на рекламу, масса, как бы, всего, что там делается. Ну, конечно, эта система легко не умрет, но если мы хотим, чтобы стадионы строились нормально, бюджеты там в три раза не превышались, то нам нужны нормальные, качественно подготовленные специалисты, которые понимают, что они делают. Ну, нормоконтролер, понимаете, нормоконтролер, вот сколько, вот как вы считаете, сколько может быть заимствований в работе? Вот у меня вопрос к аудитории. Давайте в чат ответы ваши. Итак, сколько может быть заимствований в учебной или научной работе? Как вы считаете? Никому не скажу ваши варианты ответов, никому не скажу. Все буду держать в секрете. Просто хочу понять, как вы думаете. Сколько может быть? У разных вузов есть разные показатели, я знаю. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Смотря как считать. Значит, давайте просто, чтобы вас тоже неловко считаться не ставить. В работе не должно быть ни одного заимствования. Понятно? Ни одного. Вот и все. Это уголовка. Если ущерб больше 100 тысяч рублей. Конечно, люди, которые пишут работы на заказ, воруют. Конечно. Конечно. Заимствование, еще раз, это когда у вас нет ссылки на источник. Если вы цитируете и указываете ссылку на источник, это, в моем понимании, поднимает ценность работы. Заимствование, это когда вы взяли чужой текст, взяли какие-то выводы чужие. Ну, смотрите. Процент оригинальности, это понятие неправильное. Неправильное. Временное искусственное понятие, которое, как бы, призвано отделить от наглазых, от глухих. Как бы, нам ни те, ни другие сейчас не интересны. Мы говорим о том, что по нормам научной коммуникации, если у вас есть какое-то утверждение, какие-то факты, вы должны обязательно сослаться на источник. Это норма научной коммуникации. Вот дисциплина, которую все пропустили, и я тоже, я не помню, когда бы я этому учился, создано, как-то так по жизни, просто постепенно, ну, как-то осознаешь эти вещи. А это нужно преподавать. Это очень важная вещь. Каждый факт, каждое утверждение, каждый источник нужно ссылаться. Тогда это повышает стоимость работы. Ноль, понимаете, оригинальность вот этого текста, это искусственные, как бы, критерии, которые ввел антиплагиат на этапе, когда они продвигали свой сервис. Вы бы слышали, как они ругаются по поводу этого процента. Автоплагиата не может быть диссертацией, потому что автоплагиат, как бы, это и есть диссертация. И сейчас я попробую это объяснить. Ну, смотрите, если я пишу диссертацию, я много лет занимаюсь чем-то одним и тем же примерно, публикую результат своих выводов, а потом все это вместе обобщаю в диссертации. То есть, по-хорошему, например, в моей докторской, особо не должно быть текста, который не опубликован раньше мной же. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому это все безумие, связанное с цифрами, не имеет никакого вот этих вот показателей. Это, знаете, вот у нас такая брежневская болезнь отчетности сейчас. все какую-то отчетность рисуют, показатели, цифры. Это жулики пытаются поймать жуликов. На самом деле, ну, конечно, много чего существует, потому что люди просто очень безграмотные. И культура научной коммуникации, если она когда-то и была, скорее всего, потеряна. Большей части вузов люди не понимают, чем они занимаются. Они просто копируют работы предыдущих потоков. Конечно, люди, которые делают это за деньги, не пытаются сделать это хорошо, а делают это в размере бюджета. Поэтому это все очень сложно. Диссовет может диссертацию зарубить или не зарубить, но сейчас, вы знаете, если серьезно говорить, сейчас как бы обратная уже проблема началась. Сейчас люди в диссоветах, они как бы живут в таком формальном высушенном мире, где в соответствии к критериям считается успехом. Но это не наука тоже. Никакого отношения к науке это не имеет. Наука это значит, что определенный метод, вы знаете, исследование действительности на основе других каких-то источников знаний, обсуждения результатов, это наука. А то, что там у нас сейчас считается, что ты должен в таких-то журналах столько-то статьи опубликовать, ну это, конечно, наверное, важно очень. Но это всего лишь способ убедиться, что вы на самом деле вынесли на общественное обсуждение результаты своих исследований, их кто-то прочел. Это все последствия того, что наша система полностью потеряла компетенцию и разум. Поэтому сейчас происходит вылавливание блох какими-то машинными методами. Это все такой временный переходный период. На самом деле наука отличается от ненауки тем, что у нее есть актуальность, научная новизна, соответствуют требованиям научной коммуникации. Ну, идет погоня за печатанными листами, потому что, как я вам уже говорил, у нас в системе присутствует от 12 до 20 миллионов жуликов. Часть из них работает в государстве, часть учителями, часть преподает. Жулики, они как бы... Чем отличаются от нормальных людей? Жулики, они как бы мастера выполнения всяких требований. И за требованиями, как бы, за деревьями они не видят леса. Они стараются просто проскочить. А жулики, которые внутри системы, они стараются их поймать. Поэтому и те, и другие, как бы, городят бесконечное количество показателей, всевозможных. Да, это очень точно. Павел Юрьевич, спасибо. Есть такой закон, что показатели, которые используются... Да. Какой смысл в проверке на плагиат, при выходе на защиту дипломных работ и диссертаций? Оксана Адамовна, понимаете, есть люди, которые, как бы, поумнее, а есть совсем, как бы, дебилы, да? И вот есть, чтобы отсечь, как бы, самых отвратительных, как бы, кретинов, существует проверка на плагиат, чтобы люди просто знали, что они просто не могут взять чужую работу, приклеить к ней титульный лист и защититься. Потому что в 2000-е годы, вот, люди, которые там во многом сейчас представляют собой управленческую элиту нашей страны, это те самые отвратительные, как бы, козлы, которые в 2000-е годы во многом вышли из всех проблем с помощью замены титульного листа. Вот. Вы должны понимать, откуда, в принципе, раздут ноги в этой истории. Понимаете? Кто такие воры и жулики? Вот это 12 миллионов или 20 миллионов. А земля вертится. Вот. У меня какой-то пришел эксперимент. Замечательно. Хорошо, что вы есть. Ну, послушайте, это естественно, что мы есть. Это нормально. Главное, чтобы вы тоже были, и чтобы мы все что-нибудь делали полезное. Поэтому я вас очень прошу, если есть хоть что-нибудь, какие-то хотя бы нормальные студенты, если есть какие-то нормальные работы, нужно поощрять, чтобы люди публиковались. И нужно объяснять азы научной коммуникации, как мне кажется. Это в первую очередь, что любое утверждение должно содержать ссылку на источник. Это не так ведь сложно. И второе, что если мы уже сделали ссылку на источник, то вообще-то, да, все работы нужно публиковать. Поэтому присоединяйтесь к нашему проекту. Давайте там ваших всяких умничков, пусть они засветятся. У людей должна быть, понимаете, наука, она же это же социальный лифт. Это для умных людей способ выделиться из массы. Это способ сделать карьеру, добиться успеха. Но не в таком, может быть, сугубо материальном, а вот в плане самореализации. Поэтому, конечно, нам очень важно, чтобы вот эта серость вся, которая сейчас облепила эту систему, чтобы она немножко подрастряслась, и чтобы вернулся какой-то здравый смысл, чтобы вернулись элементарные какие-то правила. Но мы никого не хотим мучить, да? Мы никого не хотим беспокоить, в принципе. Если людям устраивает то, что у них есть, наверное, они могут продолжать заниматься этим. Просто это не к нам. А мы хотим отличников, мы хотим всех, кому интересно. И я вас тоже всех поздравляю с Днём Учителя, между прочим. Мне было очень приятно сегодня поговорить с вами. Если есть какие-то вопросы и какие-то истории... Да, вот еще третье. Открытые лицензии. Вот, я должен еще сказать. Я прошу вас всех почитать, что я ведь на эту тему, про открытые лицензии. Например, вот есть у нас в этой книжке, по-моему... Сейчас я проверяю. В этой книжке есть страница 66. Сейчас я проверю, что стояли страницы на самом деле. Вот в нашей книжке про прозрачную систему образования там есть приложения, такие всякие, вот как в сборнике, да? Вам про открытые лицензии. Они находятся на странице 66. Поэтому я вас еще призываю смотреть страницу 66 в книге. Вот. И посмотрите, что такое открытые лицензии. Это очень важно, потому что если вы распространяете тексты и хотите защитить право автора, про конференцию в Липецке. Да, используйте открытые лицензии. Ну и я хочу приехать в Липецк. Вот. Я надеюсь, что может быть кто-нибудь приедет из Минобра тоже или из Рособорнадзора. Посмотрим. Сейчас будем звать. Вот. Надеюсь, будет интересно, весело в Липецке. Классно будет. Да? По крайней мере, мы собираемся. Планируем сотрудничество с Беларусью. Мы очень хотим всегда сотрудничество со всеми. У нас сейчас в основном русский язык. Я не знаю, насколько это бьется с белорусским научным сообществом. Для нас очень важен сейчас в первую очередь русский язык, потому что мы работаем в России на русские государственные деньги, президентские всякие гранты и прочее. На свои тоже какие-то вещи мы делаем. Но главное для нас это сейчас добиться того, чтобы хоть что-то начало происходить у нас на родине. Мы занимаемся этим пять лет. Вы не представляете, насколько мне, в принципе, это все надоело уже. Потому что это, конечно, бескрайний океан. Такой глупости и невежества. Немножко страна дураков тоже. Но, по-моему, ситуация становится лучше. Вот. Давайте из Беларуси тогда просто грузите к нам все. Мы, вот, Оксана Юлия Черемет, вот есть ее контакт. Мы готовы писать. Мы подписываем договоры. Образец тоже есть в книжке. Сейчас я пойду, посмотрю в книжку опять. Я скажу вам, на какой странице есть образец договора, который мы подписываем. Он совершенно бесплатный. Мы ни с кем не конкурируем. Как бы мы не отбираем клиентов в ОБС. Мы ничего такого не делаем. Мы просто хотим, чтобы агрегировать лучшие работы. Пам-пам-пам. Ну, тут, конечно, много всего так. Вообще, столько-то всего в этой книжечке. Вам, конечно, я советую почитать. Проект договора. Сейчас я не иду. Проект закона о запрете рекламы. Вот здесь есть. Справка об открытых лицензиях. Проект конкурсов. Сейчас, сейчас. Шаблон соглашения с вузами. Страница 142. Вот, сейчас я проверю, 142 или страница. Это действительно. Вот, и сейчас, если все подтвердится, я вам покажу ее. Вот, и читайте наши книжечки тоже. Мы прям стараемся. Мы прям пишем все и публикуем в открытом доступе. И я действительно считаю, что на самом деле мы очень быстро. можем решить проблему, если просто много публиковать. То, что в год, это, по сути, миллион исследований. Это огромные цифры. То есть, весь тот дефицит, который мы испытываем, по сути, нами же может быть заполнен. Значит, да, проект соглашения, проект договора, 142 страница. Вот, то есть мы с каждым подписываем бесплатный договор с каждым вузом. Берем все эти работы, резервируем их в Федеральной резервной системе. Все защищаем, право авторов защищаем. Все на свете, все бесплатно. Без чем? Хозяин сошел с ума. Мандарины за полцены. Можно ли на основании материалов диссертации написать? Ну, конечно, можно. Ну, просто, блядь, я, как бы, я живой человек, журналист. Там, у меня есть научная моя биография, там, книжки мои и прочее. Я, наверное, имею свою точку зрения. Может, тот не согласится со мной. Но я считаю, что вообще люди производят много очень знания полезного. И важно, чтобы это знание было доступно в разных формах. Если ты написал диссертацию, диссертация должна быть открыта, опубликована, всем доступна. Ну, обычно, когда ты ее уже защитил, там, знаете, в процессе защиты, там, через некоторое время, начинают приходить всякие разные идеи. Вот я свою книжку переписал два раза, выпускал каждый раз под новыми названиями. Она у меня называется «Реконструкция России». Она же называлась «До этого Вторая Республика», «Масс-медиа Второй Республики». Сейчас я вам найду ссылочку на эту книжку. Я считаю, что можно и нужно делать монографии. на базе своей диссертации. Обязательно. И, больше того, ее можно даже и продавать. Не стыдно, в принципе, да? Можно продавать ее. Очень прикол. Делать можно и продавать можно. Вот, я не знаю, тут бесплатно, не бесплатно. Это книжка. Вроде скачать. Ох, похоже, это книжка моя. Ну, что мне делать с ней? Я вот, понимаете, она в открытом доступе, во всякой пиратке. Сейчас я найду, где она лежит. Так, чтобы можно было бесплатно. Я же не хочу, чтобы вы платили деньги за мою книжку. И, в принципе... Нет, это озон. Ну, короче, она у пиратов есть где-то. Я вам дам, если позвольте, просто я по-другому немножко поступлю со своей книжкой. Я, знаете, как... Я вам дам просто результаты поиска в Яндексе. Потому что я не могу одновременно разговаривать, искать. Вот. Там дальше, кто захочет бумажную, купит. Кто хочет пиратскую прочитать, прочитает прям сейчас без проблем. Так, было несколько вопросов. Как и одно из проектов Сайхаб. Ну, нормальный, интересный проект. Ну, конечно, нелегальный, и он нестабильный. То есть, это означает, что в любой момент может быть закрыт. Поэтому надеяться на то, что у нас с вами будет постоянный, хороший, крупный какой-то доступ к знаниям. Из-за того, что одна девушка нарушает закон. Ну, по-моему, наивно. Хотя на подвижниках, конечно, всегда все делается. Тут такое подвижничество, оно, как я уже говорил, нелегальное. Я двойственно отношусь. Я знаю, что это одна из немногих историй, которая действительно помогает людям получить доступ к знаниям. К сожалению, это тоже маскирует неэффективность существующих систем. Потому что есть журналы, в которых никто бы никогда не заметил статью. И это бы тоже давно все заметили. Но пиратская копия статьи доступна. Поэтому всем кажется, что в этот журнал можно писать, его кто-то читает. Понимаете, такие вещи тоже существуют. Я считаю, что вся научная коммуникация должна переходить в режим открытого доступа. Да, это нормально, если какие-то журналы будут брать деньги за публикацию. Это называется Article Processing Cost, APC. Золотой открытый доступ, так называемый. Ну, они могут тоже давать эмбарго небольшое. Там 2-3 месяца. По ходу может быть даже иногда. Но в итоге все статьи должны выходить в открытом доступе. Все должно быть открыто. Я действительно так думаю. А люди должны зарабатывать на книжках. Вот написал книжку. Там может быть кусок из твоей диссертации. Или вся диссертация. Но она немножко другая. Там что-то добавил, что-то расширил. Пожалуйста, иди продавай ее. Тогда твоя репутация поможет тебе заработать. Сайхаб хороший проект. Вот в таких странах, как Россия и Иран, наверное, другой возможности у людей нет. Доступ к науке. В Северной Корее, я думаю, тоже. Китае. В Америке, кстати, тоже. Америка очень такая страна с неравенством большим. Часть людей может из роскошного университета иметь доступ к всему. А часть людей пользуется Сайхаб. Да, ну, конечно, молятся. Потому что Сайхаб уравнял немножко шансы. И вообще Сайхаб дал второе дедыхание науке. Потому что вот эти все ограничения на устроение знаний. Это же и есть ограничение на прогресс. Это и есть такая институционализация неравенства. Все молятся на этот проект. Но это Робингутский проект. Там кого-то грабят тоже. То есть, да я говорю, сложное отношение, сложное. Но я не ругаюсь с Александрой. Я, когда я с ней увижусь, я стараюсь что-нибудь ей придумать, как помочь. Но я особо не поможу, потому что она встала в такую позицию, где просто дальше будут всякие разные сложности. Но я желаю ей успеха, чтобы все успешно у нее разрулилось. И чтобы люди продолжали получать доступ к знаниям. Ну, может быть, тоже какими-то другими способами. Не обязательно, чтобы такой ценой. Ценой свободы, или ценой ее комфорта, ценой усилий. Мы все должны в открытом доступе быть. Понимаете, в чем дело? Ведь все эти научные статьи, это тоже маленькая-маленькая вершина Айсберга. Вот там всех диссертаций в России 900 тысяч. А дипломы, допустим, год столько же и с ним больше. Вот так же и здесь. Научных статей много, но это не все знания. Университеты производят знания в виде презентаций, докладов на конференциях, исследований. Понимаете, если вот это все опубликовать, может быть, не так важно, какой процент будет недоступен этих статей журнальных. А пока ничего не публикуется толком, получается, научные журналы такой свет в оконце. Но роль издателя падает, и, я думаю, будущее за какими-то электронными платформами. Вот мы, собственно, их и разрабатываем. Надеюсь, мы сделаем платформу, на которой, может быть, легко и просто создавать электронные журналы, как Вернский, и станет, может быть, журналом на нашей кафедре электронном. Так много материалов. Это и так уже журнал, по сути. Просто мы назовем его банк знаний, репозиторий. Ну что, я так понимаю, что мы, в принципе, уже более-менее подошли к концу. Да? У нас часовая же была эта история, как она анонсировалась. Есть ли какие-то еще вопросы? Я хочу перекусить. Я действительно в кафе сижу. Вот. И тут очень недалеко до еды предательской. Вилки стучат. И все прочее. Упростите меня, пожалуйста, за выбор места. Я не осознавал, насколько это будет неудобно. Но я, судя по реакции, все-таки понимаю, что какие-то вещи вы услышали. Скажите, пожалуйста, вы услышали то, что я рассказывал вам? В принципе, мне удалось что-то через вилки, через шум донести? Или очень плохо все? Все супер, да? То есть более-менее слышно. Отлично. Значит, тогда что я еще могу для вас сделать? Давайте еще пару ссылочек я брошу. Для прощания. Значит, на свою книжку я бросил ссылку. Значит, я могу еще бросить ссылку. Знаете, мы издаем еще такую газету. То, что все бесплатно, в общем-то. Новые медиа – это, знаете, реальность коммунистов. Я считаю, что наше поколение живет при коммунизме. Вот, смотрите. Частный корреспондент, там тоже все бесплатно. Это газета, которую я издаю. У нее есть главный редактор, это, конечно, Наташа Триченко. Вот. У нас есть всякие разные спецпроекты. Сейчас у нас два спецпроекта. Это право автора и в библиотеке в цифровую эпоху. В библиотеке в цифровую эпоху он только начинается. Вот. Но, в принципе, это хороший спецпроект. Они все вообще хорошие, конечно. Сейчас я покажу вам еще кое-что спецпроект. Вот, например, я вам дам раздел «Медиа». Вот эти выделенные цветом рубрики – это как раз спецпроекты. Вот, допустим, там есть спецпроекты, которые… Это такая, по сути, коллекция в открытом доступе материалов. Это «Носфера» запуска, есть спецпроект. О нашем проекте «Носфера». И там есть статья про Sci-Hub, например. Я его отдельно, наверное, даже запущу. Ну и так далее. Вы можете походить просто по этим ссылкам. Вот. Все это, на самом деле, мне кажется, очень полезно. Потому что нужно создавать новую систему открытого доступа. Она должна в себя включать, конечно, возможность работы со всеми источниками. Ну и, соответственно, я, например, из другого спецпроекта могу дать вам ссылку на презентацию нашего исследования. Вот. Ну, мне кажется, вы так более-менее как-то освоитесь этими ресурсами нашими. По крайней мере, мы все сделали для того, чтобы это было легко. Вот. Что еще я могу показать вам интересного? Ну, могу смешную вещь показать. Я на Вернском опубликовал исследование, которое мы сделали на китайском языке с моими китайскими студентами в летней школе Народного университета. Очень тоже забавная история. Вот. Сейчас я, наверное, смогу ее открыть, может быть. Для этого мне нужно было здесь ее открывать. Так, так, так. Так, авторизация. Просто, может быть, вас это развеселит. Базасурский. Ну, вот, на самом деле, это мой профи. Тоже довольно забавно, что там в него впадает. Работает. 11 работ у меня. Вот вам мой профиль на Вернском, чтобы вы видели, как может выглядеть, в принципе, профиль ученого. И там верхняя статья, это на китайском языке. Мы анализировали систему конкурса, как она работает в Китае, что с ними делать и как. Ну что, вы довольны мной? Да, мы нормальный день учителя отметили. Позитивно, с надеждой на будущее. Позитивно. Супер. Хорошо, Позитивно. Все. Мария Владимировна. Мое почтение. Людмила Васильевна. Благодарю вас. Людмила Венеевна. И от меня спасибо. Юлия Петровна. Да, и вам. Светлана Борисовна. Спасибо. Евгения Юрьевна. Гелена Сергеевна. Да, я был очень рад. Надежда Алексеевна. Да, спасибо еще раз. И приятного аппетита. Ну что ж, и вам тоже. Ладно, все, пока. Окей, если что, пишите. Да, послушайте, вот еще на всякий случай. Я вам оставлю. Все контакты менеджеров моих есть у вас. Это моя почта. Если что-нибудь нужно будет. Да, а самое главное, напишите, пожалуйста, с элемент. Ну вот. Научку жеремет. И Наташа Триченко пишите. В копию ставьте. На всякий случай, ладно? Я вам все брошу прямо сейчас в чат. Хорошо? Продолжение следует. Надеюсь, фон вам не помешал. Сам вебинар был настолько интереснее, что мне лично фон совершенно не мешал. И вам всем спасибо за то, что вы пришли и за интересные вопросы Ивану. Мы ждем вас на наших вебинарах. Будет тоже интересно. Будут интересные спикеры. Встретимся снова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok